Церкви впервые Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Бытие 1.27 Бог сказал, что Он сотворил человека по своему образу и подобию Я создал тебя по образу своему И потом говорится, что Он создал их, мужчину и женщину Это очень важная вещь для женщин Потому что обычно в церквях учат, что первого создали мужчину и Бог мужчина и вообще все о мужчинах Но это не то, о чем Библия говорит Он создал нас, мужчину и женщину, по образу своему Ребята, все записывается, тише Природа Божья в нас, она и мужская, и женская состоит из двух частей, из сильных частей этого И это очень важно для всех, чтобы понимать И особенно для вас, женщины, важно понимать, потому что по-другому иногда думают церкви В церквях у женщины своя роль, у мужчины своя, потому что мы различны Мы думаем по-разному и мы мотивируемся разными вещами И если у вас церковь, в которой только мужчины принимают решения, то считайте, что у вас всего лишь половина церкви Понимаете? Потому что женщины смотрят на вещи с Божьей перспективы, но с другой стороны Потому что они тоже были созданы по образу и подобию Божьему Поэтому нельзя брать отдельно мужчин и женщин надо брать Обе части, потому что обе части важны Мужчины, вы также важны И в этом скрывается проблема феминизма Мужчины обижали нас, поэтому мы теперь в них не нуждаемся И теперь у вас только женская половина и нет, мужской половины Но на самом деле нужно обе, чтобы иметь целое И Библия говорит и учит нас, что мужчина должен служить жене своей, женщине и почитать ее И помогать ей быть высвобожденной во все то, что Бог ее призывает Открою вам истину, в Новом Завете женщины-апостолы были во времена первоапостольской церкви И в русском переводе в синаидальном у нас это переведено как мужское имя Юний Но это женщина Юния была И потом была дочь, одна из лидеров старейшин церкви, ее звали пророчицей И я уверен, что пастор Олен должен был вам сказать, кто его самый большой духовный наставник был И ее звали Шарлот Бейкер, и она женщина Джои Доусон Это было правдой много-много десятилетий, и также это является правдой и сейчас, что Бог любит использовать женщин для своего служения У нас просто разные сильные стороны и разные слабые стороны Поэтому я считаю, что понимать это важно Особенно это важно для вас, женщин, потому что вы можете иногда задаваться вопросом Как мне надеяться или полагаться на Бога, он же мужчина Он настолько отличается от меня Ну, вообще-то не в этом дело Но мы созданы обои в его образ и подобие И мужчины, и женщины Поэтому у каждого есть своя перспектива или образ видения, каков Бог И это представление влияет на то, как мы строим взаимоотношения с Богом Если вы будете верить, что Бог где-то далеко, и что у вас очень такие отдаленные взаимоотношения, то вы так и будете переживать Бога И если вы женщина и говорите, что Бог стопроцентный мужчина, а он никак меня понять не может, я его Это и будет влиять на ваши отношения с ним И из-за того, что мы строим здесь на земле какие-то разные взаимоотношения, это настраивает нас на определенный образ понимания и принимания отношений И имея определенные переживания на человеческом уровне власти и взаимоотношений, будет влиять на то, как мы строим отношения с Богом И если у нас строились земные достаточно нормальные взаимоотношения с разным уровнем властей, у нас будут строиться более-менее нормальные отношения и восприятие Бога как власти И если у нас были плохие отношения, это также повлияет на то, как мы видим Бога и воспринимаем Я не говорю о библейском тесте и правильных вопросах и ответах, я говорю о том, что вы на самом деле переживаете в своей жизни Я думаю, что если бы мы с вами прошли сегодня библейский тест какой-то, то мы все бы дали правильные ответы Но то, что вы должны по-настоящему спрашивать себя Как я себя ощущаю, когда жизнь идет плохо Если люди предают вас, если люди разочаровывают вас Когда люди грубы с вами или злятся на вас Когда они ведут себя по отношению к вам совсем непозитивным образом То, как это влияет на вас, показывает то, какие отношения у вас были в прошлом Если кто-то очень груб или жесток со мной А у меня большой кризис Это значит, я воспринимаю это как кризис Тогда это кто-то, значит, меня ранил раньше таким подобным образом Чем больше я исцелен, чем больше я целостен, тем менее это влияет на меня И вот то, что Бог хочет сделать, как наш Отец, открыться нам, явить себя нам Но для того, чтобы это сделать, ему надо сначала убрать всю нашу боль Сначала мы должны ее всю пережить Почему? Чтобы вы осознали, как вы мыслите И чтобы вы увидели, где кроется проблема Откуда она идет Понимаете, о чем говорю? Иначе мы просто будем весело и непринужденно петь песенки о Боге Но в жизни будем продолжать бороться и страдать И иногда плоды И плоды такой жизни Могут быть проблемы, которые мы имеем в жизни Когда мы поверхностно поклоняемся в церкви На самом деле переживаем боль в жизни Говорит о уровне наших взаимоотношений с Богом Как, например, вчера мы говорили об глубоких депрессиях, которые люди переживают Я отвес вешал в доме, когда строил И когда вы канализацию проводите в доме Прокладываете все в трубы И надо вот в туалете проложить внизу Потом вертикально одну трубу Одна труба уходит вниз, чтобы все вывозить из дома А одна труба должна идти вверх к воздухоотводу Чтобы был поток воздуха И если у вас неправильно построен этот воздухоотвод Неправильно проложены трубы То вода будет возвращаться и подниматься назад в туалете И запах у вас постоянно будет Но если у вас есть поток воздуха поступает в трубы То в колене, вот в унитазе, будет стоять вода То же самое с умывальником Когда вы моете руки Есть труба, которая уходит вверх И секрет заключается в том, что дыры должны быть правильно расположены и вверху в потолке и внизу в полу Чтобы ровно проложить эту трубу И я строил здания, где это все с деревом также было взаимосвязано И ты знаешь, где тебе надо проложить трубы И у нас была такая маленькая штучка Отвес Ниточка и грузик И вы держите этот отвес А труба вот так мотыляется Вернее, камешек этот отвес мотыляется И останавливается И вы знаете, что если вот вы пометили, что вот тут должно вверху быть первое отверстие То куда смотрит грузик Точно будет под вот этим подгрузиком должно быть второе отверстие Это очень просто И потом вы делаете отверстие вверху и внизу И когда вы берете трубу, она у кого металлическая, у кого какая она не гибкая, вы ее просто вставляете И вы входите в одно отверстие, и она входит в другое ровно Это то, что происходит в нашей жизни Отвес Когда у нас есть правильные реакции в жизни Это наш центр Тогда это правильно, точно И все, что налево и направо, не по отвесу Если кто-то ранит вас И у вас очень такая правильная реакция в ответ Значит, где ваша жизнь? Вы правильно по отвесу идете Прямо Но если у вас плохая реакция Значит, вы не по отвесу То, что Бог пытается сделать с нашими жизнями Чтобы мы были по отвесу И то, что происходит, когда плохие вещи случаются Когда жизнь не по правильным дыркам У нас неправильная реакция И Бог допускает такое Когда вы начинаете молиться и искать откровения о сердце Отца Бог может допускать плохие переживания Вы позволите этому произойти? Вы хотите быть целостными? Помните, как во времена Иешуа Многие хотели получить исцеление И он задавал им вопрос Ты хочешь быть исцелен? Ты уверен, что ты хочешь быть исцелен? Поэтому я задаю вам вопрос Вы хотите быть целостными? Хотите иметь полное, настоящее откровение О сердце Божьем Отца? Тогда это будет означать, что вы переживете боль Поэтому не разочаровывайтесь, когда это происходит Потому что Бог по этому ответу хочет, чтобы вы увидели, где ваша проблема Если мы реагируем двумя вот этими способами Направо, налево Или направо, или налево Когда мы реагируем в одну сторону, допустим, налево Это чувство отвержения Плохое случилось со мной, мне стало больно И мне, я пережил, я ранен Теперь я чувствую себя отвергнутым Забытым Мне больно Я ранен, понимаете? Другая сторона, допустим, правая Это больше бунт Ах, плохое со мной случилось, теперь я в ответ плохо поступлю Теперь мы начинаем сами делать неправильно Потому что мы также ранены Поэтому вы можете реагировать по чувству отвержения или чувству бунта А можете и то, и то переживать одновременно Если кто-то ранит вас, вы становитесь злым Раздражаетесь? Мы все так делаем Правда? Тут святые сидят Вопрос заключается в том, что делать со своим гневом? Если вы повернетесь сами к себе Тогда вы уйдете в отвержение Если сконцентрируетесь на себе, уйдете в отвержение И тогда вы наказываете самих себя Вы начинаете чувствовать плохо о самом себе Поэтому у многих есть расстройство еды Они очень много кушают Я ранен, я чувствую разочарован Я злой Я чувствую себя нелюбимым, недостойным Так, теперь я шоколадкой все это заем Или наоборот, я перестану все есть Я начну голодом себя мучить Знакомо? Понимаете, о чем говорю? Мы берем тот гнев, который переживаем, разворачиваем и направляем против самих себя И некоторые даже говорят, ну, наверное, я же заслужил это Так со мной происходило Ну, значит, вот там я поступил неправильно, ну все, я достоин наказания Или мы идем вот в эту правую сторону, сторону бунта Ты меня ранил Я сейчас тебя в ответ раню Понимаете? Знакомо? Поэтому я беру и этот гнев, который пережил, направляю в сторону других Может быть, даже не в сторону того человека, который вас ранил Потому что ему, например, вы ничего не можете сделать Босс, например, был очень несправедлив к работнику А работник идет домой и становится злым по отношению к жене А потом жена в ответ орет на детей А потом несчастная собака, проходящая мимо, еще пинок получает Что я вам сделала? Понимаете? Это как наша жизнь происходит То есть, когда мы уходим вот в эту реакцию гнева-бунта То наш гнев не всегда напротив обидчика направлен А напротив кого-нибудь другого, на кого мы можем его излить Когда я был молодым, я очень часто злился, гневался Я получал удовольствие, когда видел, когда другим было больно И мне надо исповедоваться в этом И я говорю перед вами, признаюсь, я животных убивал несколько раз И ученые говорят, что многие серийные убийцы начинают с такого Это плохо, правда? Можно было бы сказать, ну вот это мое начало было Можно было бы стать серийным убийцем Не знаю Я ненавидел котов И я убил достаточно кошек Потому что я переживал гнев Это ужасно И я также пытался направить свой гнев против людей Когда я был в старшей школе Кто-нибудь мультик Чарли Браун видел? Мультик о мальчишке И у него была подружка, девчонка, которая всегда плохо с ним поступала И ее звали Люси И они играли в мяч Но это был американский футбол И из-за того, что он такой формы длинненькой То обязательно кто-то должен придерживать его Прежде чем вы пас подадите Иначе он просто откатится в сторону И кто-то придерживал мяч И вы бежите к этому мячу Смотрите на него И пинаете мяч И Люси, что делала в этом мультике Всегда, когда Чарли пытался добежать до мяча И почти вот ногой касался мяча Она всегда убирала его И Чарли всегда падал Каждый раз Когда я был в старшей школе Мы делали то же самое Матрасы для дома делали раньше из такой пены Из мочалки И мочалка, когда старая, она на кусочки расползалась Понимаете о чем? Старые матрасы И у нас в старшей школе были хорошие уроки физкультуры Мы прыгали через шестом Через планку И вы падаете, естественно, на матрас Или вы прыжки в длину занимались И смотрели, насколько далеко или высоко Тоже через козла Когда прыгают Тоже прыгают на матрасы Но матрасы и эти маты были уже старые И там внутри этот поролон на кусочки уже порвался И мы вот одеты были на физкультуру Были на улице И до того, как учитель приходил У нас были уже куски из этих матрасов И мы ставили этот поролон на землю И мы пытались вместо американского футбола играть этим поролоном И вот мне шестнадцать Было весело, мы наслаждались Это такие мальчишеские глупости Всякий раз, когда я ставил кусок поролона для себя Чтобы ударить по нему и отшвырнуть далеко Кто-то прямо перед моим носом пробегал И бил по моему куску поролона Каждый раз была какая-то Люси И где-то девять месяцев спустя Такого непотребства Я был зол Я был уже злым человеком, гневливым И я размышлял уже долго об этом И я решил Возьму белый пеноблок Из которых дома строят Я пришел первым Приготовился до того, как все остальные пришли Переоделся на физкультуру Первым прибежал Поставил этот пеноблок И прикрыл его тонким слоем поролона И уже стоял, как будто я готов бежать и пнуть этот поролон И я смотрел за дверью Потому что я знал, что первый человек, который появится из этой двери, будет пробегать мимо меня и пнет мой поролон Я был очень счастлив Я просто ждал Через минуту Пролетел парень И ударил этот пеноблок Следующий день он со сломанной ногой пришел в школу Нас костылях И вот что смешное Он не только ногу сломал Много лет спустя Он пошел со мной в ту же библейскую школу Совсем в другой части страны Я не видел его годами А потом он пастырем стал А сейчас он где-то 35-40 лет уже пастырь А я никогда не исповедовал перед ним свой грех И я пару лет назад встретился с ним Говорю, помнишь, ногу ты сломал? Это был я Понимаете? Когда мы злые и поворачиваем наш гнев на других На какое-то время вы чувствуете себя хорошо Слышали вы, что раненые люди ранят других? Кто из вас готов признаться, что вы ранили кого-то И были счастливы от того, что вам удалось ранить этих людей? Может быть, словами Может быть, вы что-то сделали И вы чувствовали, а, удалось Хорошо Это то, как мы начинаем жить наши жизни Мы либо разворачиваем гнев на себя Либо начинаем гневаться на других Потом Бог приходит и прикасается к нашим жизням И говорит, я хочу иметь взаимоотношения с тобой А мы-то не знаем, как И самое лучшее, может быть, что мы способны сделать Это прийти и попоклоняться Но, на самом деле, глубоко в сердце Внутри сложно чувствовать близость с Богом Правильно? Потому что у нас накопилась вся эта боль И у нас у всех вот эти проблемы Те, которые мы сами для себя сотворили через гнев Те, которые мы для других сотворили через наше поведение Если мы не позволим Богу исцелить нас Конец вот этого духа отвержения Оно самоубийство Ненависть к себе, которая направлена Она приводит к концовке ее самоубийства Когда мы изливаем гнев на других Тогда обратная сторона Убийство Самоубийство, когда мы изливали в бунте гнев на других Убийство Иногда мы судим Да, вот тот был убийца А я страшный человек Такой же, как вы Такой же, как вы, вы не лучше Они просто пошли на этом пути чуть-чуть дальше, чем вы Но это тоже зло То же самое зло И последствия, они огромные Но тоже зло И это то, о чем учил Яшуа И вы говорите, я не убил Но я говорю вам, что если вы пережили гнев в вашем сердце О чем он учит? Он не говорил о невероятных стандартах праведности Которых вы никогда не сможете достичь Он говорил и показывал, где проблемы кроются И чтобы Бог был реальным в вашей жизни Он должен изменить вас Он должен исцелить вас Потому что вы тогда не сможете принять Его любовь Он хочет дать тебе свою любовь Он хочет быть близким другом с тобой Но вы говорите нет Вы не осознаете этого, но это то, что вы делаете Я не могу это принять Потому что вот такие годами у меня были взаимоотношения в жизни Либо влево, либо вправо Что же Бог сделал в моей жизни? Он начал исцелять меня Он начал исцелять меня Он начал исцелять меня Но для Бога исцелять меня, я должен был умер И когда исцеляет Бог, у меня слезы текут Боль поднимается, ужасы все эти поднимаются И мне пришлось говорить с разными людьми И объяснять, почему я переживаю эти вещи Мне было стыдно до этого Я не хотел говорить людям, что у меня была плохая семья И очень часто, когда люди спрашивали, я говорила, у меня хорошая семья Но правда заключалась в том, что у меня не было хорошей семьи И я не признавал этого Я не признавал это как правду, что у меня не было хорошей семьи И я так и не мог получить исцеление в этой сфере Вы не можете получить исцеление от проблемы, если вы не признаете, что там у вас есть проблема Вы не можете получить исцеление от боли, если вы не скажете кому-то, что вам болит здесь Но мы чувствуем стыд Я упал, опять ошибся Для меня я говорил, о, это проблемы или ошибки моих родителей И если вот мои родители были виноваты, ошиблись, то я тогда чувствовал себя недостойным И когда я рос, я не чувствовал, что я ценен, что я значу для кого-то что-то И это ранило меня Но самое последнее, что я хотел бы делать, это идти и говорить людям о том, что мои родители были неправы и делали ошибки Потому что это заставляло чувствовать себя еще больше недостойным Много лет я был зол, но продолжал находиться в служении Бог призвал меня Но я все еще имел эту боль И то, что происходило, я ранил людей в ответ Не из-за того, что я был плохой пастырь В сердце своем я любил людей и желал лучшего для них Но мое поведение было далеко не лучшим, потому что оно базировалось на моей боли и ранености А ты же когда пастырь должен быть самым супер духовным, святым человеком Как мне говорить людям о том, что я переживал, что я ранен, что мне больно Я буду чувствовать себя еще более недостойным И уже не просто недостойным, а недостойным пастырем И это ловушка просто И таким образом ты строишь темницу для себя самого Тюрьму И я пытался просто делать лучшее, что мог И я делал лучшее из того, что мог Но это не срабатывало Я старался так сильно быть лучшим человеком Любить, быть терпеливым, быть добрым Но знаете, что я обнаружил, что я был недобрым, нетерпеливым и злым Но это не было мое сердце Аллилуйя Бог не судит мое поведение, потому что Бог знает мое сердце Я провалился в моем поведении Но только Бог знал, что в моем сердце я не хотел ранить людей Я просто не знал, как это по-другому делать Я старался делать лучшее Но этого было недостаточно Понимаете? Вы можете делать самое лучшее, что только можете, но этого недостаточно Только когда Бог исцелит вас Если в вашей жизни вы были ранены Это нормально признать это Это нормально признать, что я ошибался, я падал Или другие плохо относились ко мне Иногда вам придется довериться кому-то И сказать, слушай, вот так было Вот почему я злой Вот почему я ранен И когда я начал это делать Внезапно все то, что я уже забыл годами Начало всплывать наружу и подниматься Из-за того, что это ранило тебя, ты не хочешь об этом помнить Есть сознание, а есть подсознание И вот как оно работает Кто из вас услышит песню, которую, например, лет 10-20 не слышал И тут же вспоминает события, которые были при той песне И начинает переживать это, как будто только вчера это было Вы можете уловить запах даже И почувствовать то, что чувствовали тогда Так, как будто это вот только с вами произошло Это подсознание, это о чем я говорю И Бог создал нас такой способностью, что мы можем брать какие-то воспоминания и как бы забывать о них Это больно, это меня ранило Я об этом помнить больше не хочу Поэтому я не буду даже думать об этом никогда А оно все еще там Пока вы не отреагируете правильно По отвесу Если вы не отреагировали на ситуацию по отвесу Она все еще там, или в том, или в той реакции Поэтому если что-то подобное опять когда-либо произойдет Все воспоминания поднимутся В нашем подсознании Но поднимутся воспоминания, но мы не можем не вспомнить даже события То вы снова и снова реагируете Понимаете, о чем я говорю? Кто-то сделал что-то вообще незначительное, а вы взорвались как огромная бомба А потом нам стыдно И вы сами думаете, чего я так отреагировал? Это ж того не стоило вообще Понимаете, о чем говорю? Это Бог вам показывает, что там что-то осталось Хотите иметь близкие взаимоотношения с Богом? С Отцом? Тогда Бог позволит вам увидеть все то, что неправильное осталось И это будет ужасно Это будет снова ранить Но когда вы уже увидите снова эти вещи Вы тогда будете знать, что делать Вам надо пойти поговорить с кем-то, кому вы доверяете Послушай, вот это со мной случилось И вот то, как я себя по-настоящему чувствую И просто попросите этого человека помолиться за вас за исцеление И Бог может прикоснуться И потом возникнут новые воспоминания Другие, то, о чем вы снова забыли И вот что со мной происходило Это месяцев 18 Воспоминания за воспоминаниями Меня снова возвращались Я буквально перелетел всю страну Чтобы посетить ту школу Где все плохое со мной произошло И сидел там на парковке Никто не сказал мне этого делать Но когда я прибыл туда Все воспоминания просто начали подниматься внутри И я начал вопить и плакать И Бог исцелил меня И вот что я вам скажу Мои дети знают меня лучше всего Они скажут вам, что после этих 18 месяцев Я вернулся абсолютно другим человеком Абсолютно другим человеком До этого я пытался не гневаться и не злиться После этого я просто не злился уже Понимаете разницу? Мне больше не надо было пытаться справиться со своим гневом И стараться максимально лучше это сделать Бог просто исцелил меня И убрал весь этот гнев Потом мое поведение изменилось Я больше уже не наказывал себя Не казнил, как делал до этого Не уходил в отвержение Я больше не ставил камни напротив людей, чтобы они ломали свои ноги Я уже больше этим не наслаждаюсь До этого мне нравилось это Это приносило мне какое-то удовлетворение Теперь бы мне это было плохо Понимаете, как Бог меняет нас? Он исцеляет нас Это не то, что вы должны сделать Вы не можете исцелить себя Бог исцеляет Но вам надо просто открыть свое сердце Помогло? Да? Это замечательно Это замечательно И получив это, пройдя этот оттенок Тогда мы можем переживать Близкие встречи с Господом Теперь мы можем больше наслаждаться им И большим способом принимать Его любовь Знаете, когда Бог учил меня любить людей Я не мог это делать Я чувствовал Божью любовь к людям Но я не мог позволить этому выйти Из себя Кто-нибудь подобное ощущал? Вы любите внутри, но как любить? На практике мы не знали И меня стыдился этого Потому что это не я был Мне было некомфортно и вообще нехорошо Но когда Бог исцелил меня Мне стало легче и легче выражать и показывать любовь людям Потому что это не наша любовь к людям Это Божья любовь к людям Но наша способность принимать эту любовь растет И потом вы любите людей больше и больше И не потому что я такой великий Но потому что Бог меня целостным снова сделал И я могу принимать больше Его любви И это естественно, это натурально, это реально И это не сложно Перерыв Это классическая история А люди Время стал антиох-эпифан Отвечения 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 Отвечения